добрый день хочу продолжить рассказ о моем бмв x5 он намотал по зеленому шарику под названием земля уже более 300 тысяч километров я уже рассказал как купил авто и что с ним происходило похоже потекла помпа и я не знаю что делать ссылки на видео в описании сегодня я хочу поговорить о том что волнует автолюбителя пожалуй больше всего насколько вас разорит бмв x5 это премиальная машина созданная опытными немецкими инженерами и собранная заботливыми и дорогими американскими руками из города спартансбург понятно что такой автомобиль не может быть недорогим или может давайте разберемся по неведомой причине я не только записывал видео событий из жизни моего х5 не хочет никак не хочет но и фиксировал все траты вот в этом блокноте и несмотря на мой несносный почерк я их расшифровал впереди будет много нудных цифр поэтому позвольте я припаркуюсь итак за 7 лет и 230 тысяч километров на ремонт и я потратил 85 тысяч рублей на двигатель подвеска попросила почти 50 на тормоза ушла 51 тысяча электрика обошлась в 22 возможно вы предположите что я мог что-то по мелочи забыть и не записать зная себя соглашусь с вами прибавим 50 тысяч и так на ремонт и я потратил двести семьдесят одну тысячу рублей но это не все что я заплатил за машину нужно прибавить стоимость замены масла расходы на резину налоги и страховку однако если мы сложим все перечисленное мы опять не получим общей суммы нужно учесть падение цены и это важно в предыдущем видео я рассказал как покупал машину в германии а вот это окошко где мы оформляли ндсный документ сам привозил и растамаживал мой случай немного необычный поэтому давайте рассчитаем стоимость на более свежую машину тем более для этого есть много поводов он такого же размера как предыдущая версия и это хорошо но что еще лучше он экономичнее и при этом быстрее бмв x5 в кузове f15 четырехлетняя машина в приличной комплектации с дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил после умелого торга можно купить за 2 миллиона 700 тысяч рублей давайте проедем на ней 200 тысяч километров за шесть лет после чего не без сожаления продадим затрата на ремонт нам известны ведь бмв в кузове е70 и f15 технически практически одинаковые машины однако уверен вы заметите за все время эксплуатации я не столкнулся ни с одной большой поломкой на это рассчитывать дальнейшем нельзя опять соглашусь стоимость большого ремонта двигателя или коробки либо замена турбины огорчат примерно на 150 тысяч рублей хотя вру поменять турбину все-таки дешевле давайте предположим что одно из этих неприятных событий столько что приобретенный f15 за 6 лет эксплуатации все-таки случится поэтому увеличим плановые расходы еще на 150 тысяч таким образом на ремонт и уйдет 430 тысяч то по замене масла будут вытягивать из кармана по 7 тысяч рублей каждые десять тысяч километров мне кажется я обедаю не так регулярно при березном отношении и достаточно хорошем асфальте резина проходит 50 тысяч километров комплект стоит 45 тысяч рублей шиномонтаж 3 еще нужно добавить осаго и 18 тысяч скрупулезно ежегодно собираемых государством на неотложные нужды собачьи корги нам придется потратиться и на топливо в автопутешествиях мой x5 расходовал от 8 до 9 литров в москве правда с учетом загородных поездок расход поднимался до 12 f15 экономичнее но для простоты расчетов пусть он будет сжигать в среднем по 10 литров на сотню как и мой x5 и так за 200 тысяч пробега при сегодняшней цене в 46 рублей за литр солярки на топлива уйдет 920 тысяч что-то я начинаю расстраиваться лучше бы и начинал расчеты но дело начато значит должно быть закончено нам осталось вычислить падение цены к моменту продажи нашему x5 исполнится 10 лет сейчас машины 2010 года стоит примерно 1 миллион 100 тысяч но это е70 а у нас более свежая модель думаю наш кузов будет минимум на 300 тысяч дороже то есть машина продастся за миллион 400 тысяч нападение цены мы потеряем миллион 300 вот наконец мы получили общую стоимость обладание бмв x5 и мне не хочется ее озвучивать три миллиона сто семьдесят шесть тысяч рублей или 44 тысячи в месяц или почти 16 рублей за километр пробега три миллиона думаю после этих слов часть зрителей выключит компьютер и побежит продавать свои машины чтобы пересесть на чертов каршеринг для оставшихся зрителей с железными нервами продолжу мы чудовищно потратились на машину и я уверен что кто-то скажет а не надо было покупать бмв ведь это известный пылесос для денег если хочешь ездить на большом кроссовере есть другие экономические гораздо более оправданные варианты например kia sorento prime если вы купите этот автомобиль то соседи решат что у вас хороший вкус ведь машина выглядит стильно так как вы купите ее новую то не будете знать проблем с техническим обслуживанием а еще вы хороший семьянин и не разбрасывайте с деньгами на ветер так как это корейская машина куда более разумное вложение денег чем не новый бмв x5 но так ли это давайте разберемся и посчитаем во что обойдется kia мы купим ее на три года потом продадим и купим такую же общий пробег за 6 лет как и в случае с бмв составит 200 тысяч километров если верить интернету sorento prime со всеми скидками которые еще стоят отвоевать неравном поединке с менеджерами по продажам мы купим за два миллиона шестьсот тысяч рублей что мы получим машину с дизельным двигателем объемом 2 и 2 литра и мощностью 200 лошадей салон будет благоухать новым пластиком а его объем наполнит звуковые волны лучших корейских динамиков естественно за ускорение будет отвечать автомат вращающий четыре колеса по данным официальных дилеров kia техническое обслуживание sorento prime до 100 тысяч километров которые мы отклисим за три года составит сто семьдесят тысяч рублей и это с учетом убийственного для двигателя интервала замены масла в пятнадцать тысяч километров но нам все равно скоро мы сбросим этого коня после нас хоть трава не расти по сравнению с x5 мы сэкономим и на резине здесь она 18 радиуса и одна широкая то есть на 10 тысяч дешевле за комплект так как наше государство обожает прогрессы и нанотехнологии но не любят технологичные мощные машины по сравнению с x5 каждый год на налогах мы сэкономим по 8 тысяч немного дешевле и осаго пока одна выгода расход топлива вот здесь небольшая закавыка sorento prime легче x5 на солидные 3 центнера медленнее в разгоне до сотни почти на вечность а точнее на две с половиной секунды однако немецкие инженеры-гудесники каким-то способом умудрились умерить аппетит x5 чудесным образом он кушает столько же сколько и младший корейский собрат мы близимся к финалу нам предстоит лишь узнать падение цены на машину опять обратимся к автору трехлетняя sorento prime с учетом торга уйдет примерно за миллион восемьсот то есть с дисконтом то 800 тысяч рублей как и договаривались мы избавимся от своей машины чтобы с довольным видом человека вхожего стеклянный офис официального дилера купить такую же новую так пройдут шесть лет как я уже говорил x5 за это время обойдется в три миллиона сто семьдесят шесть тысяч пришло время подсчитать итоговую стоимость обладание корейским чудом и так барабанная дробь и театральная пауза сколько сколько 3 миллиона 150 тысяч столько же сколько за x5 лично я в шоке но цифры есть цифры они не врут какой же вывод можно сделать банальный купить трехлетний x5 и отъездить на нем шесть лет а я вам скажу это большое удовольствие стоит столько же сколько раз три года радовать себя новым sorento prime и это удивительно но стоит ли вам покупать поддержанный x5 пусть даже в отличном состоянии при всех достоинствах бмв ответ не очевиден во первых вы лишите себя магии обладание новой вещью а это не только дурманящие подкорку головного мозга летучие вещества от свежего пластика салона но и море положительных эмоций ведь все мы любим все новое и не царапанное во вторых обслуживание машины у не официалов и не по гарантии требует хоть некоторого понимания происходящего а к этому не все готовы и наконец вам может просто не нравится бмв x5 и еще один очень важный вывод если вы заметили даже в случае эксплуатации не нового автомобиля падение его цены составит более 40 процентов от общей стоимости обладания это столько же сколько вы потратите на топливо шины и замены масла вместе взятые затраты на техническое обслуживание то есть на исправление всех поломок которыми так часто пугают будущих владельцев даже при плохих раскладах не превысит 15 процентов что это означает к сожалению лишь одно в нашем современном мире маркетологи с бухгалтерами окончательно победили инженеров но что поделать это чертов современный мир если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк еще больше буду благодарен за подписку всего вам хорошего и до скорых встреч да чуть не забыл если вам интересно узнать о том что мне нравится а что не нравится в этой машине пожалуйста дайте знать в комментариях до свидания